всем привет вы как всегда на канале семья на чемоданах и мы конечно же в полном составе путешествуем по таиланду с тремя детьми делаем это на машине проехали уже почти всю страну осталось только север посмотреть но это скорее всего в следующий раз не успеем сейчас путешествуем по пхукету и смотрим что мы смотрим интересные красивые пляжи ребятки сегодня покажем интересные пляжи до офигенные волны посмотрим лучшие пляжи букета и классные бухты одну из них вы сейчас видите срочно лайки нажимайте комментарии пишите и погнали приехали мы значит на пляж который называется трава и бич думали здесь покупаемся но судя по фоткам да но вот как было много корабликов мы такие интересно посмотреть и вот в итоге пожалуйста видите огромное количество вот таких стоит лодок моторных которые отсюда как раз возят на все вот эти острова есть такая своеобразная набережная с одной стороны припаркованные машины с другой стороны припаркованы исключительно байки так вот он коралловый остров 1800 бат будет стоить туда обратно на нашу семью вот сюда 1300 ну это что-то не совсем интересненько ну да прочит отсюда а этот хамач далеко короче понял вот чем можно конечно кусаются но у нас на остров сгонять и отдать 1800 бат ну типа 5000 рублей ну так себе история но мы не хотели просто хотели спросить вообще для своего так сказать понимание что стоит здесь кстати классная фишка это как бы не какой-то туристический офис дай здесь вот мы начали уходить он начал сразу ценник сбивается спрашивать по какая вам цена нужна то есть если плыть то можно договориться принципе ты подешевле мы проехали буквально чуть дальше вроде должен быть там пляж был поворот один там забор итоге вот сюда отвернули по лесу так идем можно и на машине было проект на счет не хочу рисковать но по крайней мере оттуда шли люди с детьми значит там наверное есть вот это лопухи один лопух заменит рулон бумаги но глядите какой крутой пляж вау мало людей здесь статьи от 20 до 50 бат стоит паркинг то есть можно было проехать да я хотел туда пройти здесь провода какие-то наваленные были как там красиво на входе стоит как бы бокс донейшн никто не контролирует но так 20 бат кинули и начинаем спускаться спеть какая красота ну наконец-то то что мы искали никого почти и только мы вот секретный пляжик если у меня получится я сейчас прям прикреплю название а вообще локацию пляжа забирайте в нашем телеграм-канале отличный повод как раз подписаться на телегу если пожалуйста тенечки есть немного грязновато конечно потому что это дикий пляж есть всякие бутылки и так далее но зато гляньте как красиво огромное количество тени вот эти сосны и парам-пам-пам ну клёво и кстати вот огромное количество коралл валяется ну да их прям вот весь берег усыпан кораллами супер кто-то здесь арендует виллу представлять проспустился сразу на свой собственный пляж ну что попробуем водичку посмотрим цвет здесь эти листья плавают они поначалу напоминают как будто мусор на а это просто листочки коралловая провалами провалами как настенка сгорела вообще вот это накупалась темка ныряй буль-булька о так тут вот родик ой прекрасно мой класс прохладника не такая вот теплое не парное молоко до ко мне здесь неприятные коралловое дно ну и ладно на это дно главное посмотрите никого нету кроме мирошкин но еще пару людей и все и вот такой учил принятие как здорово зачем эти забитые вот эти вот острова за 1800 бат когда если такой прекрасный пляж я можно так вот наслаждаться купаться в гордом одиночестве дно состоит вот видите из вот таких вот кораллов и конечно ходить неприятно надо специальную обувь покупать и знаете не разбежишься и не нырнешь кого здесь крабик красиво нашли большой такой его кстати мироша нес на мироша бери нифига он цапнул родик аккуратно он цапает мы приехали на место которое называется мыс промтеп я думал здесь просто какое-то дикое место посмотреть погулять вида тут посмотрите целые автобусы привозят парковка огромная машин тоже очень много часы которых так показывают правильно вот микроавтобусы с экскурсией значит какая-то топовая локация раз так много сюда экскурсии возят это кстати первая достопримечательность в таиланде которую мы видим что на входе не первая же табличка но у смокинг но алкоголь обойтись здесь на самом деле до смотровая крутая не чем песили отдыхают от жары политика бетоном укатали и открывается вид на бухту вау да не так высоко конечно но тем не менее красиво он там пляже отсюда виднеется этот большой будда видите статуя ветряк стоит один супер как в бухту да яхты зашли смотрится потрясающе а бухта это и пляж называется найхан бич вот мы тоже что да хотим добраться она про в принципе это рядышком находится вот эти вот бухты смотреть какой цвет воды прям такие секретные назовем их так поднялись и такого места мы на самом деле еще не видели посмотреть какое огромное количество слонов есть белые черные маленькие большие золотые белые ничего себе и открывается какой потрясающий вид вот это да ну вот вот такие вот виды мы конечно любим еще в это смешать с дикой природой и вообще было бы классно музей какой-то мы буквально чуть не туда пошли нужно было спуститься и идти вот сюда вот здесь вот тот самый вид открывается на мыс туда же можно спуститься прям к морю подойти но спуск достаточно будет непростой а подъем еще сложнее видите как здорово вот и прямо туда вот отправиться на самый край мыс а острова эти видны но пока были наверху здесь было огромное количество людей а сейчас здесь никого это наш шанс сделать красивые фотографии надеюсь мы успеем смотрите как здесь здорово вот отсюда открываются конечно виды просто вау гляньте отсюда полностью виден остров вот то что нужно варите как классно да вот здесь от моря потрясающе и вот он вид на мыс вот отсюда вот ребятки вот так встаете и получаются потрясающие фотографии а ведь как здорово не на это можно смотреть вечно вот она кстати тропинку уходит туда вниз доехали мы до пляжа который почти был виден стоит смотровой называется я ную бич здесь парковка все вот так вот видите машинами заставлено людей много по ту сторону у нас кафешки сейчас хотим чего не взять холодненько может быть кинь с музыки а может еще перекусить вылазь вылазь давай ну человек давай пассажир папкин да пляж прикольный но забит вот про что я говорил здесь можно как раз каять и взять и сплавать до острова ой 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 ну такой очень прикольный уютный пляж вот он остров да но единственное что такое каменистое получается дно ну вот можно поплавать с маской рыбок посмотреть посноркалить решили здесь не купаться потому что людей все равно много хоть пляж и прикольный не любим мы такие пляжи где так много людей а еда здесь конечно космическая 120 бат стоит смузи и вообще-то молчу про еду поэтому едем дальше приехали домой думали где поесть в итоге все-таки заехали наше сюда кафе которая нам очень сильно полюбил здесь цены ваще ну 50-60 бат гляньте размер порции мы взяли 270 бат всего лишь будем кушать сейчас мы пока отсутствовали у нас тут в номере убрались вот этот сервис вот я понимаю вот далее нам чистенькие полотенчики мы даже не успели еще испачка да вот сюда же заправили за нас кровати молодцы да ну вот видите хоть отели уставший дата мебель на вам покоцанная да но тем не менее как бы сервис есть убирают вот видите нам даже вот принесли новую водичку положили новое кофе радует молочке так смотрите вот такая вот штука с рисом пакет ведь такой воды дальше здесь пор свинила с овшой а ничего страшного они конечно конкретно вот эти вот пакеты завязываем в резинке хрен развяжешь еще такие горячие упа вот так вот не знаю выглядит ли это аппетитно но я надеюсь что вкусно по крайней мере очень много овощей и мясо у нас здесь настолько мало места что сидит только славян все все это дело перемешивается кукурузку вот этот маленькая как мы любим они и вот так режут да это очень вкусно войдет грибочки главная цена 50 бат дома сидеть мы не намерены отправляемся на гору обезьян у нас же своих обезьянок мало пойдем еще на других посмотрим мы доехали не прошло и одной минуты и у нас эта гора вообще находится тут в номере в отеле да можно сказать вот голову совы видим уже эту гору правда заросли обезьян то особо и не видно а вот здесь мы уже только подъехали уже начинают продавать всякие фрукты для них не не прямо-прямо оба если вход храм но нам-то не нужно мы пошли животных смотреть вот они видите такие красивые такие ухоженные но вроде не агрессивные она так номерошку смотрит вообще да вообще сидит как ой смотри какая у нее губа побитая древний людь не взяли мы пойдем вот сюда варить как она мамка маленькую обезьянку держит чтобы никуда не выходила варить как портю мать только Убирай телефон. Убирай телефон. Кадр, который мы все заслужили. Обезьяна сыт. Круто. С проводов. Так. Что у них с задницами случилось? Разрыв. Вот это вообще какая-то жирная. Убирай. Убирай. Здесь получается, знаете, прикольно. Ты идешь постоянно в горку. На смотровую площадку. Там еще храм есть. И просто вот среди обезьян. И вообще просто огромное количество. Они по этим проводам прыгают. Да, классно. Самое интересное, везде здесь висят таблички, что нельзя кормить обезьян. Но при этом тайцы спокойно продают везде эту еду monkey food. Сейчас вот идем с ребятами. Она ее фотографировала, обезьяну. И в итоге обезьяна бросилась на нее. Тайцы схватили камни и начали забрасывать обезьяну камнями. Прикиньте. Нужно это. Аккуратно с ними быть. Они кучу болезней переносят. Мама прям смело взяли, мне к лицу поддали. А еще где-то слышал, что нельзя смотреть им в глаза. А он и все, он, чувак. Чувак вообще как будто сам от породы. Здесь вообще, слушайте, просто огромное количество. Что-то одела себе пакет на голову и потерялась. Пакеты какие-то грызут. Ухаживают за собой. Детям нравится, что они ухаживают друг за другом. Видите? Мы не обидим друг за другом. Вообще. Она за нами. Она едет с нами. Смотри как она переживает. Подъем, конечно, мощный. Там просто горка-горка-горка. Вот мы дошли до первой смотровой площадки. Посмотрим, какие здесь виды открываются. Ну не прям вау, конечно, но темно-красиво. Целая игра обезьян. Фух. Я не знаю, как вам передать, как я устал. Я даже не качу коляску. Всем потоп. Всем потоп. Вообще просто жесть. А нам, походу, нужно еще подниматься выше и выше. Так вот я закатывал. Ну да, здесь вот можно, кстати, посмотреть, наверное. Все ради красивого вида, ребята. Увидеть остров с высоты. Я, кстати, смотрю, большинство туристов, они ходят с палками, чтобы на случай чего отогнать. Какой вид, а? Вау. Да, круто. Как дальше встать? Течет со всех щелей. Даже, да. Просто вообще везде течет. Я не представляю. Но нам осталось 200 метров буквально. Водопад с тебя. Водопад с тебя. Там приперлась. И что ты сюда пришла? Эй! Мироша, Мироша идет защищать. Он хороший охранник, просто не бойтесь. Не-не-не. Правильно, не-не-не. Иди туда. Артем, здесь, кстати, вот на финишной прямой, когда остается 200 метров, есть палатка с водой. Нас она конкретно выручила, мы купили в холодной воде. 15 бат водичка. Кайф. Двигаемся дальше. Последний рывочек. Мы дошли до самого конца, получается, все, дальше дороги нет. Отсюда открывается чуть другой вид. О, классно. Не, на самом деле круто вообще. Маршрут мощный. Видите, острова? Это, видимо, мысы. Вот там, посмотрите, какой отлив. Вообще вода ушла. Класс. Да, вон еще острова мелкие-мелкие. Вставай. Да, вот это, вот это трекинг. Ноги прям гудят-гудят. Все, здесь, видите, вот эти вот установлены. Вышки-тарелки. По сути, смотреть-то нечего. Обезьян. Себя замучить. Да, Мирошка? Да. Да здесь ходят все вот, чисто попотеть. Не, ну, понятное дело, классная разминка. Огониматься вообще. За что не люблю останавливаться в отелях? Так это за то, что там, как правило, нету кухни. Ну, по крайней мере, где мы остановились и нету. Квартир на Airbnb за адекватные цены нету. Все начинается от 100 долларов в сутки. И то это самый минимум. И такие не очень квартиры, в которые заселятся неохота. Поэтому приехали вот в 7-11. Столовки еще не работают, которые возле нас. Купить еду. Ну, а всякие булки с йогуртами. Ну, как говорится, ладно. Дети говорят, ну ничего, побалуем себя какое-то время. А потом будем есть уже обычные наши завтраки, привычные. Быстро перекусываем и выдвигаемся на локацию, которая называется Большой Белый Будда. На вершине стоит. Посмотрим. Мы, главное, этого Будду уже со всех сторон видели. С разных частей острова Пхукет. Но вот до него решили сейчас все-таки доехать. Посмотреть, какие виды открываются оттуда. И вообще, как все это дело выглядит. Так что поехали. По пути как много слонов. Деревня целая. Да-да-да. Ну, это вообще бедолаги слоны. Они, во-первых, в клетке, во-вторых, на них эти сидушки всякие. На ванке по-другому. Блин. Лучше все-таки ездить в эти, как они? В национальные. Не национальные парки. В сафари. Ну, типа сафари. Или вот здесь есть, короче, типа питомник, питомник. Не вот так, где туристы, а где можно покормить и погладить. Походу это самое туристическое место, куда мы вообще когда-либо приезжали. Посмотрите, сколько здесь стоит бусов туристических. И здесь людей реально тьма. Вот видите, уже у подножия Будды. Здесь, кстати, еще обезьян много. Мы их тоже видели. На входе стоит, кстати, дресс-контрол, который не пропускает в коротких шортах, в коротких юбках. Здесь можно взять за 150 бат на прокат. А у нас есть беленка. Немножко мятая, но да ладно. Ну и вот начинается подъем уже. Такие лестницы. Надо сейчас мирошку брать на руки, коляску где-то здесь оставлять. И начинать восхождение. Да, гигантская, конечно, вообще статуя. Но мне на самом деле больше нравится вид, который открывается отсюда. С этой бомбической смотровой. Смотрите. Вау. Так, эта женщина освистели за то, что она в коротких шортах гуляет. Какие виды на острова! Супер Здесь, кстати, висят гонки Раз Гонг два Можно молоточком зарядить Такие вот штуки были в Бангкоке, когда мы катались Били в эти гонги Сколько-то ступенек нам нужно преодолеть Дети наши, вот только не Мирошка Уже на самом деле убежали И, по-моему, уже находятся там У подножия И им эти ступеньки даются вообще максимально легко Здесь проходят медитации Вот так, вот так Ага Трешь центр губна и засовываешь в карманы И все, и деньги начинают цепиться Со всех углов Мы решили проверить, как это работает Давайте-давайте И в карманы, Родион И в карманы Давайте-давайте-давайте-давайте Настенка после этой процедуры Говорит, что у нее в руках появилась энергия Она идет, а руки сами куда-то идут уже работать Короче Мы вешали такое сердечко В храме истины Все пошли к монаху Он завязывает на руку нитку какую-то Нужно на коленях к нему толстти И еще чем-то освещает, наверное, не знаю Дрож, подожди, век-дамлюшка Я не знаю, что это будет. Я не знаю. После такого путешествия к Будде нужно, конечно, отправиться на пляж. Здесь ближайший пляж Ката. Поедем смотреть, что же это за такой интересный пляж. Вот мы приехали на пляж Ката Бич. Здесь просто все битком. Обалдеть. Посмотрите, ни одного места даже для байков нету. Я уже молчу про машину. Где мы будем оставлять нашу тачку? Не знаю. Сейчас день по-московски на тротуаре. Оставим просто-напросто и все. Нашли мы местечко, вдоль дороги поставили тачку и отправляемся на пляж Ката. Кстати, уже хочу сказать, что красивый цвет моря. Там еще остров. Интересно все смотрится. Но людей здесь, конечно, вообще тьма. Мы это уже поняли по машинам, да? Добро пожаловать на пляж Ката. Первые шажки мы делаем. И лисочек здесь красивенький. Вот даже видите, есть все по-русски. Кломбир, кокосовое масло, ароматный массаж и так далее и тому подобное. Дувашки можно взять. Волны сегодня здесь какие-то дикие. И они все такие в перемешечку с песком. Ну ладно, сейчас посмотрим. И солнце адское вообще. Из воды не вылезешь. Здесь, кстати, есть прокат серф-досок. Не знаю, правда, где кто серфит. В такой толпе людей серфить, ну так себе удовольствие. Вова, конечно, да, мощная, прикольная. Но, блин, я не знаю, ненавижу такие пляжи, если честно. Это же просто центральная Анапа. По-другому и не скажешь. Вы только гляньте. Но волны дают, да, свою атмосферу. Смотрите, это прям аттракцион какой-то. Вот здесь давайте. Ой-ой-ой. Волны крутые, да, парни? Надо вот на тот остров ехать купаться, конечно. Нет, реально она по какая-то. Центральная в июле. Ты зачем меня привез в Анапу? Прикиди, ну это серьезно. Напишите в комментариях свои мнения. Я не знаю. Я вообще не люблю такие пляжи. Дети. То ли дело вчера, да? То ли дело вчера. Что, Мироша, да как здесь купаться? Посмотри, здесь борщ из людей. Я вообще не понимаю, кто повесил ярлык лучшие пляжи. Вот эти Ката, Камала там и так далее. Вот этому вот всего. Это же ужас. Но, как говорится, мы, по-моему, в каждой стране прокатываем абсолютно все пляжи. И, конечно, посмотреть в Таиланде, особенно в Кутьете, все пляжи. Это точно стоит. Вон, Мирошка будет здесь ловить волну. А мы пока сходим. Покупают волны, конечно, вообще. Смотрите, что творится. Она метр в высоту точно, наверное, вон там вот. Ай-яй-яй. Смотрите, что творится. Смотрите, как накатывает. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ву-у-у. Да, и цвет воды, да, вообще бомбический, конечно. Сейчас я... Смотри, смотри, что делается. Смотрите, что делается. Смотрите, что делается. Да, мы давно так не купались вот в таком вот борще из людей, прикольно, конечно, ой-ой-ой, кого возбуждают такие вообще пляжи, я реально не понимаю, во, волна идет, смотрите, так себе, да, да, это так себе волна. Ой, ты сложил, есть ли? Ой-ой-ой. Папец не шло. Это просто. Здравствуйте. А паспорт потерять трусы возле с высока. Ой-ой-ой. Не дам паспорт потерять трусы. Да. Ой, ребятки, как вам этот пляж? В комментариях дайте связь обратно. Едем мы, короче, в парк погулять на закате и проезжаем такие классные фруктовые палатки, выскочили и купили дуриан. В итоге проехали буквально метров, наверное, 30, населка говорит, не, не, говорит, Славян, не надо, давай срочно остановимся, поедим. Ну, пробуй. Все на вкус, так, капец. Вообще. Какое спелое. Офигенно. Представляете, мы съели кусок и поняли, что нужно срочно ехать еще за одним. И вот стоим, разворачиваемся, сейчас еще пойдем кусок есть. Надо будет прям там сразу скушать. Заодно покажу вам палатку. Вообще, видите, мы вернулись за куском еще одним. Блин, они потрясающие здесь, видите, сразу их разделывают. Там клево. Ну что, вкусно? Офигеть. Такой здесь парк на минималках с 4 утра работает до 22. Я, кстати, вообще обратил внимание, что здесь, ну вообще в Таиланде, все открывается вот так, типа с 4 утра, с 5 утра. То есть не с 9, не с 10, да, как мы привыкли. А вот прям на рассвете. Здесь в парке есть озеро. Здесь есть... В смысле, Славка? В смысле, Славка, блин? Здесь есть детская площадка. Одна старенькая, другая, вон поновее. Дети побежали. На старенькой никуда не гуляют, все на новенькой. Мы же когда в Бангкоке, помнишь, да, гуляли? Типа говорили про то, что тайцы вообще любят спорт. Прям все такие потянутые вообще. Но вообще... Тоже многие в гору. Там реально... Марафонцев очень много. Силовая кардио, ты идешь в горку, это вообще много вот таких. На великах где-то гуляешь. Здесь вот пруд, музыка играет, огромное количество тренажеров. Вот кто-то просто лейки таскает. Видите, Антоха, тебе огромный привет. Это почти ты, только тайц. Вот, Антоха, бери пример, потому что вот он таскает две лейки, понимаешь? Ты одну носишь, а вот он две. Вот учись, видишь? На этом, ребятки, прекрасно, на месте с видом на почти весь Пхукет. Будем завершать данный видеоролик. Кто лайкос не зарядил, в самом начале прямо сейчас это сделайте. Пишите комментарии, пишите, как вам выпуск. Что вам понравилось в этом выпуске больше всего. Не забывайте про наш телеграм-канал, про наш авторский мерч. И до нового выпуска. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok